До начала конкурса считанные минуты в гримёрках театра «Наш Дом» суета. У конкурсантов есть последняя возможность отрепетировать выступление. Участник номер 7 Максим Рыжов завоевать сердца жюри решил с подругой-вокалисткой Елизаветой Костогладовой и при помощи русского народного инструмента. Ребята выступают дуэтом уже три года. Познакомились в колледже и вместе планируют покорять главные сцены страны. Я в колледже встретил эту замечательную эстрадную вокалистку Елизавету Костогладову и предложил ей создать конкретно этот номер «Гусли плюс вокал». В зале гаснет свет, на сцене восемь талантливых парней. Каждый из них прошёл не один отборочный этап, чтобы сегодня предстать перед публикой. В течение месяца химчане репетировали вокальные и танцевальные номера, занимались с педагогом по речи и даже успели прыгнуть с парашютом. Жюри в предвкушении, кто же окажется лучшим парнем в химках. Это ребята, это наши лучшие, это наше будущее. Они большие молодцы, умницы, сильные, спортивные, нереально красивые все и талантливые очень. И благодаря им мы видим, что наш городской округ Химки, он лучший у нас, лучшие парни и ребята. Правда ведь, вы согласны со мной? Каждый из участников показал то, на что гораст. Парни жонглировали футбольными мячами, пели и танцевали. Демонстрировали весь свой творческий потенциал. Например, Владимир Папин, художественный руководитель в детском саду и учитель школы танцев по Бачате, вышел на сцену вместе со своими взрослыми, а затем и с юными подопечными. Пластичность и резкость движения продемонстрировал Абдурахим Саидов. А вот Александр Коринченков показал навыки рукопашного боя. Помимо творческих способностей, жюри оценивали и интеллектуальные. Во втором этапе конкурса парни презентовали проекты, которые будут интересны и полезны химчанам. Например, молодежная радиостанция или площадки для уличных гонок. Парни выступили достойно, и все же лучший из лучших только один. После 30-минутного совещания жюри выбрало мистера Химки. Участник номер 4 Владимир Папин! Молодой человек получил романтическое путешествие в СПА-салон, ценный гаджет, почет и уважение. По-честному рассчитывал на какой результат в итоге? По-честному решил, что победа, конечно, будет моей, но конкурсанты все были сильные, а конкурентов у меня было предостаточно. Мистера Химки в городе не выбирали уже 13 лет. В молодежном центре «Восход» решили возродить состязание, которое теперь, в 2020-м, получило новую жизнь. Александр Сергеев, Анастасия Белова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.